Это же Титаренко, для внимания. Сколько эшелонов с немцами ехали к Новороссийску, количество перевозимых орудий и время переправы. Да, им и не довелось сражаться на линии фронта, но они вели свою народную войну и каждый день рисковали жизнью. Уходишь в районе железной дорог, а тут идет эшелон, а ребята, которые знали данные, подрывали, в этот момент шло преследование. Пока мы старались убежать в свой отряд, на свою базу. Был момент, когда искали тоже, убегали ночью, в день, подошли в дерево, залезли на дерево и сидели. Такие похожие внешне, такие похожие судьбы. Все время шли рука об руку и помогали друг другу. Даже медали и ордена у них абсолютно одинаковые. Как говорит Анатолий Данилович, за наградами никто не гнался. Просто наравне со всеми День Победы приближали, как могли. Не бояться трудностей, преодолевать их, стремиться там, где тяжелее. Все время так случалось нам, все время там, где надо. В таком же духе они воспитали и детей, которые также не боятся трудностей, гордятся историей и самыми главными героями своей жизни. Это необыкновенно скромные, честные люди. Всю жизнь они так жили и нас с сестрой учили. Быть честным во всем и всего себя отдавать служение нашей Родине, нашей Кубани. Сейчас близнецы живут вместе. После смерти супруги Анатолию Даниловичу пришлось переехать к брату. Виталий Титаренко, в свою очередь, был только рад помочь. Ведь он, старший брат, родился на 20 минут раньше. Это всегда проявлялось в характере и заботе. Взаимные, взаимно переживания. Взаимные, да, друг друга поддерживают в тяжкие минуты. По словам ветеранов, они всегда чувствуют некую связь, даже находясь на расстоянии. Ощущают себя одним целым. В прошлом году они отметили юбилей, 90 лет. И все эти годы ни одного дня не сетовали на судьбу. Ведь трудности легче преодолевать, когда делишь пополам.